Здравствуйте, уважаемые зрители! Хотели бы Вы сегодня рассказать нам о истории школы? История школы очень древняя, очень интересная. К сожалению, часть ее утеряна. Школа появилась 2000 лет назад. Основательным школой является Тхайдхун Лаокун. В мире его знают как мастер Лао Цзи. Многие мастера других школ тоже говорят, что их школы появились от мастера Лао Цзи. Не будем спорить, неважно. Самое главное, что у нас в истории тоже это есть. Мастер Лао Цзи прожил 104 года. И был очень знаменитым человеком, лекарем, травником. Эту историю можно почитать в интернете. Просто про Лао Цзи очень много написано. Когда он жил, это где-то 1-2 век до нашей эры. Потом история нашей школы переходит к XVI веку. То, что было до XVI века, история утеряна, и мы не знаем мастеров, игрок мастеров. В XVI веке мастер Тхайд, мастер, проживший 105 лет, он был знаменит тем, что в это время китайский император обратился к нему через военачальника помочь в подготовке телохранителей императора Китая. И таким образом эта школа стала всемирно известна. И с этого времени многие стали заниматься, попрополизировать. Это считалось закрытой школой. То есть для только императора и его сословия. То есть такое-то она имела, так сказать, в то время имидж. И потом мы уже знаем только имена, начиная с XIX века. Это град-мастер Ли Ван Тан. Считается четвертым град-мастером. Он прожил 110 лет. Потом следующим град-мастером, пятым, является мастер Нам Хай Чан Хай. Это град-мастер Нгуэ Мандык. Это, я говорю, имя в мире кунг-фу и мирское имя. И он прожил 97 лет. Это град-мастер, отец моего сегодняшнего учителя, град-мастера, шестого Ли Хон Тай. И, соответственно, мы на сегодняшний день имеем имена шесть мастеров. На сегодняшний день в Китае эта школа не преподается. И считается, что она утеряна. Хотя эта школа китайская появилась на юге Китая, в провинции Гуанчжоу, юг Китая, на горе Ло-Фушон. Именно в этой монастыре преподавал град-мастер Ли Ван Тан. Это был знаменитый же человек. У него было много мастодвижников, он был лекарем, много людей лечил. И мой учитель Ли Хон Тай и его отец Гуэ Мандык обучались у град-мастера Ли Ван Тана в монастыре Ло-Фушон. И сестра Ли Хон Тая тоже там же обучалась. То есть нам известно три мастера, которые именно проходили обучение в Ли Ван Тан, в монастыре. И на сегодняшний день мы предподаем и считаемся ветвью Ли Хон Та. Сегодня известны на посвестном пространстве две ветви этой школы. И названия тоже немножко по-разному звучат, поэтому некоторые путают. Я хочу немножко внести ясность. Значит, в Китае существовала школа, которая называлась Хон Закуэн. В зависимости от наличия Юг Китая, Север Китая, Юг Вьетнама, Север Вьетнама, ее могли называть Хон Гя Коэн, Хон Закуэн, Хон Тя Коэн. То есть по-разному называется, но это одна школа. Нельзя ее путать с школой Хон Га. Пишется почти одинаково, там отличие в одной буквы, но это совершенно разные школы. В 90-х годах прошлого века посетил мастер Лан Тхань Кань. Мастер Лан Тхань Кань обучался тоже у мастера Гуэн Мандыка. И то, что он преподает, это одна из ветвей Хон Закуэн. Я обучался у мастера Ли Хон Тая и у мастера Тхань, и поэтому знаю две ветви. И с большой уверенностью могу сказать, что они отличаются. Там, конечно, есть какие-то похожие вещи, но это совершенно разные школы. И одна и вторая школы замечательные. Мне обе нравятся, и я уважаю ценю двух мастеров, которые стали моими преподавателями и взрастили меня. Когда я занимался Лан Тхань, мне нравилось, что это силовая школа, очень мощная, разрушительная. То есть я получил опыт в напряжении, в состоянии, в металле, в дереве. Мастер Ли Хон Тай преподает более мягко. Это состояние воды и огня. То есть это как бы получилось, что я как бы у одного и второго мастера получил две совершенно разные ветви течения. И поэтому на сегодняшний день могу показать и жестко, и мягко. И это радует те, которые занимаются Хон Закуэн по технике Тханя. И те, которые занимаются школой Ли Хон Тая, Хон Геа Вьетнам. Это братья и сестры. И очень радостно, если они будут дружить, объединяться, обмениваться опытом. Поэтому я всегда рад мастерам, ученикам, студентам двух ветвей. И могу проконсультировать, поговорить, объяснить, чем отличаются эти две школы. Или дать какие-то дополнительные уроки. А вот в одном из видео мы говорили о Масили. Там вы упоминали мастера Ли Ван Тай. Не могли бы вы более подробно о нем рассказать? Мастер Ли Ван Тан считался специалистом в кунг-фу в Китае. И к нему обращались очень много мастеров из-за консультации. Он был очень закрытый. И не любил популяризацию. Не любил высвечивание имени своего. Из истории, рассказанной моим учителем, я знаю, что град мастер Игман школы Винчунь обращался к нему за консультацией, за практикой. Они вместе тренировались. И Ли Ван Тан преподавал тоже школу Винчунь. Одну из ветвей. Она немножко отличается от той, что сейчас всемирно известно и демонстрируется. Также я знаю, что Игман просил у Ли Ван Тана пропонсультировать киноактера Брюс Ли пересъемками фильма. Поэтому многие эпизоды в фильмах с участием Брюс Ли. Это школа Хон За Коэн, которую мы практикуем. Я об этом уже говорил. Ли Ван Тан имел необычное строение тела. Длина рук у него было больше, чем у обычного человека. Поэтому вести сражение с ним было очень сложно. Потому что вытягивая руку, она была длиннее. Достать до него было очень сложно. Это говорит сразу же о природных его заданностях. Кроме того, что он еще и практиковал специальные техники для вывленивания конечностей. Поэтому мастер Ли Ван Тан был всемирно известен в Китае. И на сегодняшний день считается одним из знаменитейших людей в мире кунг-фу. Он прожил 110 лет. И на сегодняшний день мы даже не знаем, по какой причине он ушел. Так сказать, в полном здравии и полный сил, преподавая сегодня занятия, говоря о том, что приготовьтесь, там послезавтра я ухожу. То есть мастера уходили в полном здравии. А почему так происходит? Ну, потому что считается, что мастера где-то уже 90-х годов познали всю сущность, познали смысл жизни, достигли просветления, состояния и передали свои учения своим ученикам. И поэтому считается, что они как бы уходят в другое измерение, в другое состояние. Они как бы присутствуют среди нас. Их дух, они считаются бессмертными. Мы поговорим об этом, что такое бессмертное, что такое, знаешь, присутствие здесь и в этой лекции. Но как физическое тело, они здесь уже отсутствуют. И это совершенно иной уровень. То есть мы слышим их, ощущаем их, и они нам передают знания на тонком плане. И они не могут присутствовать физически возле нас. Но ментально и астрально мы их ощущаем. То есть мастера уходят на другой уровень специальными техниками. Как Вы думаете, мастера сами выбирают время, когда уйти, или они ждут? Мастера сами выбирают время, когда уходить. Они знают об этом заранее и готовятся к этому дню специально. Очень важно для нас, которые живут с мастерами, находиться возле них в тот момент, когда они уходят. За 5 минут до ухода мастера он может передать силу и знания. Одному человеку? Тех, кому он посчитает нужным. Не обязательно одному. Он просит присутствия возле него приемников, кому он хочет передать технику. То есть именно внутреннюю силу передачи – это очень важный переход. Спасибо большое за такую интересную историю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.